Всем привет! Это канал Turkish People. Меня зовут Андрей, я уж гид по Анталии. Сегодня мы будем обозревать турецкий магазин Шок. Это обычный магазин, который находится рядом с домом. Кстати, могу рассказать по секрету, у нас таких много. И рядом с домом у нас штук 5 разных сетевых марок. Ну что, давайте посмотрим ассортимент, но перед этим мама расскажет, что же там есть. Если сравнивать магазин Шок с российскими, то я бы сравнила его с магазином Дикси. Вот практически такой же ассортимент, такое же количество людей посещает. Магазин находится в шаговой доступности, их много. Они даже есть и в дорогих районах, такие как Кони Алты, встречаются в магазинчике. И обзор мы начнем не внутри магазина, а прямо снаружи. Вы посмотрите, они выставляют товар. Вот видите, картофель здесь, помада туалетная, там уголь находится, а здесь у нас тапочки. Прямо стоит на улице, никакой охраны нет, ничего нет. Ну, висит камера. Ну, понятно, что и ради одной схваченной кем-то картошины никто за ним не побежит. Просто здесь отношение другое. Ну, стоит, товар-то взял, пошел, заплатил. И люди доверяют друг другу. Ну, давайте пойдем в магазин, покажем, что в нем есть. Все магазины открыты с 9 до 9.30. То есть, очень поздно, работающих магазинов в Турции очень мало. Вот сетевые магазины закрываются в 9.30. Ну, и правильно, всем сотрудникам надо идти домой, у них есть семьи. Они незачем работать там за 4 часа. Ну, в магазине очень приятно, работает кондиционер. Даже по улице, если идешь, очень жарко или плохо, можно зайти, охладиться, прогуляться. Даже не доходя до холодильника, здесь как бы... Ну, здесь вот стандартный набор овощей. Конечно, овощи не такого качества, как на базаре, но, тем не менее, можно что-то выбрать, если тебя вдруг срочно нужно, или чего-то не хватило дома, или неожиданно нагрянули гости. Ну, вот, томаты по три лиры. На базаре, конечно, они две стоят, а по три лиры уже гораздо получше, но, тем не менее. Есть хлеб. Вот, видите, уже сколько много серого хлеба появилось здесь вот. И здесь даже вот есть хлеб у нас с разными семечками. То есть, турки стали тоже приверженцами здорового образа жизни. А то раньше они ели только такой хлеб. Вот только обычный белый, и больше никакого нельзя было найти. А теперь выборы огромные в каждом магазине, и это не может не радовать. Вот, кстати, вот хочу показать эти печенья. Это вот они вот турецкого вида печенья. Сказать честно, я их не очень люблю. Они соленые. Вы представляете, вот, когда вы с этими шариками, сладкими шоколадами, само печенье может быть соленым. А сверху шоколадное такое солено-сладкое. Вот эти точно соленые. Вот эти будут однозначно солеными, потому что они с кунжутом. Но турки их любят. И особенно они любят прихватить такое печенье и прийти к кому-то в гости. Здесь, когда приходят в гости, не приходят с пустыми руками. Они приносят печенье, какие-то сладости, и что-то с собой попить для детей. Ну, берут вредное. Колу, фанту. Ну, что с кем поделать. Вот менталитет. Приносят, отдают хозяйке, а потом пьют чай. И тем, что угощает хозяйка. Вот есть здесь арбузы, дыни. Даже зелень можно. Я как-то покупала в магазине зелень, у меня закончилась, а я готовила есть. Быстро добежал. Пять минут пешком в любом магазине есть. Ну, здесь стандартные. Чипсы. Кстати, турецкие чипсы, вот это place, обычный вкус. А мы покупали настоящие турецкие чипсы, а они немножко другого вкуса. Они вот как настоящая жареная картошка. Ну, не знаю, мне даже понравилось. А так, и цены такие же, как в России. Магазинчик здесь. Вот они. Да, 4,25. Называется Raffles. 4,25. Да. Большое количество колы, фанты. Они без этого не могут. Как они называют газосовку, что они безнежно не могут. Курица. 10,95 целая стоит. Вот по частям разные части. Причем, знаете, что самое дорогое у них? Это у них вот отдельные ножки, вот нижняя часть, они 24,95. И вот эти крылышки. Вот здесь, они из них делают мангал. Вот прям вот. Именно крылышки любят жарить. Даже обычный кипр можно купить. Это маленький-маленький магазинчик. И все в нем есть. Самый любимый наш холодильник. Здесь и сосиски, и колбаски. Их любимый суджук турецкий. Конечно, он нам не нравится, потому что... Нет, он разный бывает. Он бывает разный, но, как мы знаем, то, что самый вкусный, он очень дорогой. Да. Самый вкусный стоит 70 кг за килограмм. А вот этот вот... 20. Ну, это 400, но 20 стоит там. Огромный выбор сыров. Но в обычных маленьких магазинах сыры все жирные. Все на основании настоящего жира. Для вегетарианцев в маленьком магазине найти практически ничего невозможного из сыра. Это нужно ехать в большой магазин, в Микроспи Альбэш. Вот там вот есть большой выбор. Мы там видели эти сыры. Да, мы снимали уже обзоры на канале. А цены все приемлемые. Смотри, Гауду стоит 5,75. Все цены приемлемые. Можно купить любой сыр, попробовать. Мы часто меняем. Даже ходим в разных магазинах, покупаем. Выглядит они одинаково, а вкус все равно будет разный. И мы знаем, что в одном магазине нам нравится один сыр, в другом нравится другой. Йогурты в разных магазинах мы покупаем. Вот это йогурт. Тут они в больших количествах. И айран. Ну, айран мы любим только из пельма. Мы уже все перепробовали. Вот маленькие дети любят вот такие маленькие йогурты. Обратите внимание, здесь у нас жирафики. В других сетях были у нас и бычки, и котики. И как только ни было, каждая сеть стремится нарисовать свой индивидуальный рисунок, чтобы было не как у всех. Ты уже знал, где тут йогурты. Вот, теперь стало популярным в Турции вот такой напиток. Хит. Здесь написано, что 30 грамм протеина. Они реально очень теперь его много покупают, потому что турки стали следить за собой, стали ходить в спортзалы, и не только мужчины, и женщины. Есть отдельное спортзало только для женщин. Вот они берут, это мы видели, и свои занятия. Стоит такого-то, это шоколадный коза, 5,75. Мы в других магазинах побольше видели с разными другими вкусами. Ну, конечно, есть кефир. Уже не только одна марка, уже многие другие марки стали выпускать кефир. А вот такой маленький кефир-сиера, это на вкус йогурт. Наш жидкий йогурт. Ну, турки большие сладкоежки, они знают в этом толк. Столько разных печеньев, кексиков, вот больших, маленьких видов. Ну, если вы не хотите есть что-то сладкое, вы можете купить и не сладкое. Вот, например, вот такие хлебные палочки, кунжутные семечки. Еще хочу показать, что вот такими значками показывают то, что есть скидка. И пишут шок фият. Да. Шоковая цена. Ну, было 1,60, теперь стоит 1,45. В принципе, не такая большая разница, но вот такие значки привлекают внимание, это правда. Вот очень много-много-много сладостей. Мы, конечно, любим фирму Юлькер. Это не обсуждается. Вы можете попробовать свои всякие разные, ну, просто, знаете, ну, куденьки разбудятся. Так, здесь у нас чай. Чай разный. Вот, смотрите, в этом даже магазине мы нашли цейлонский чай. То есть не только турецкого производства, вон, есть у них и индийский чай. Вот это чаи, чаи у нас вот такая. Для похудения. Они разные, есть травяные. Что на них нарисовано. Мы, кстати, видели у вас 101 такие же чаи. Да. Вот такой мы покупали. Он даже, в принципе, вкусный. Да, он вкусный. Вот этот зеленый чай. А то, а то обычный. Чай Ризе, который есть и в Биме. Он есть везде. А Юзбире. Здесь просто вот разница, как говорится, по ценам, букву 20 и 25. Этот большой пакет стоит 1 килограмм. Еще смотри, шоколадная паста. Всем рекомендую именно тоже Юлькер Чококрем. Потому что есть аналоги. Но сказать честно, хоть они стоят дешевле, они не вкусные. А это 8,55. Да, но они не вкусные. Триллеры разницы, но... Да, посмотрите, есть даже вот такое вот. А это очень много варенья у них, разные. И малина. Как тут его называют речель? Малина, вишня, клубника. Вот клубничное мы покупали, очень вкусное. Мед есть. Но мед, кстати, не всегда натуральный. Бегает много сахара. Вот. И что я могу вам посоветовать, привезти из Турции, из продуктов, это оливки. Оливки здесь в большом количестве разные, на вкус есть. Конечно, в стеклянных банках перевозить неудобно. Они тяжелые, но есть выход. Есть в таких упаковках, а не вакуумная упаковка. И они тоже самые по вкусу, могу сказать. Абсолютно. Просто как турки открывают такую упаковку, они оливки промывают водой. Видимо, из-за того, что они слишком соленые, даже для них. И потом едят. Я вот люблю черные оливки. Как-то к зеленым равнодушно отношусь. Мама любит маслины. Но они здесь называют все оливки, либо черные, либо зеленые. Да, я тоже люблю маслины. Ну и тот же самый Несквик тут тоже есть. Вот 10 лир стоит. Магазин маленький, приходится между коробками пробираться. Вот здесь большой выбор обычного масла, который нам привычный. Это у нас обычное растительное масло. А вот есть кукурузное масло. Вот, мы хотели вам показать, какое есть кукурузное масло. Посмотрите, оно более такое, оранжевое. Да, он 16,75 литра. Смотрите, и даже нарисована кукуруза. Вот есть большие банки. Хорошая фирма, кстати, Лио. Вот они вот, видите, что нет. Есть маленькие, большие. И они, это не стеклянные, а вот это пластмасса. Мы вот такие, пластиковые. Мы такие банки брали с собой, покупали здесь и просто в багаж упаковывали и отправляли. Вот есть даже такими вот... Ну, это для... Это железные банки, 5 литров. Да, это для места. А, это знаете что? Вот таким прям круглыми палочками. Это корица. Это натуральная корица. Прямо можно купить и смолоть сами. Но если самим молоть не хочется, есть она уже и в таком виде. Вот такая стоит 3,25-45 грамм. А вот эта 90 грамм стоит 3,55 уже с молотой корицей. Ну, к сожалению, сейчас пакет не пахнет, но она выглядит так вот натурально. Я так думаю, что она толстая и надо. Очень вкусно. Да. Ну и что еще такое за интересное? Ну, вот разные пряности. Вот серьезно. Каких только тут нету. Но то, что на них нарисовано, вот то, что у них и будет. Посмотри, что они даже сушат. Это виноград. Нет, это не виноград. А что это? Это же черная смородина. Они ее как пряности используют. Класс. Да, черная смородина. Прикольно. Интересно, во что ее можно добавить? Не знаю. У тебя есть догадки? Не знаю. Так, выбор кофе небольшой. И все вот в станет местное с кафе в большом количестве. А вот настоящий турецкий кофе, который надо варить. Вон их тут запрятали. Стоит такой вот маленький пакетик 4,95. Есть и другая фирма. Да. Какой вам нравится? Вот этот стоит 30. Мне нравится вот этот из-за картинки. На самом деле они все одинаковые. Вот это написано, что яминный лип. Ну, типа другой будет вкус. Не знаю, мне кажется, одинаково получится. Просто разница чуть-чуть в цене. Вот это раскрученная марка. Ее даже продают в Дьюти Фри. Сахар, мука. Есть у них мука и кукурузная. Тут очень много кукурузы выращивают. Поэтому много продуктов с кукурузой. Вот это они называют манты. Но есть манты, которые с мясом, они лежат в холодильниках. А эти просто они по виду. Вот чисто кусочки теста слеплены. Знаете, это как макароны варить. Да. Вот тоже самым способом. Просто они слеплены и обжарены. Вот они немножко поджарены. Они так варят, а потом делают из йогурта соус с чесноком и едят. Мне вот тесты реально не очень нравятся. Можете попробовать на любителях. Много круп. Да. Вот это мы вам рассказывали. И это попкорн делать. Ну что, прямо на сковородке обжаривается, закрывается крышка. Но надо немножко добавить растительного масла. И получится настоящий попкорн. Ох, дети, у нас Люда прям взрывается. Как не обойтись без молочей. Вот даже паше бахче есть в таких маленьких магазинчиках. Стоят они 8 лир. Вот три из таких красивых стаканов. И не надо ходить в очень дорогие магазины. Во всех маленьких есть почти такой же ассортимент небольших и простых вещей. Ну и не стоит дешевле. Да. И все то же самое фирмы турецкие. Да. Смотри, есть маленький стаканчик. Паше бахче. Вот, чисто турецкие для чая. Их сколько в комплекте идет? 6 штук. Да. Ну здесь много посуды разной. Вот в таких вот местах просто надо рыться и потом очень искать долго. Цена. Сколько они тут стоят? Да, это единственная проблема. Проблема всех таких магазинов. Вот. Это что у нас? Это большая кастрюля. Большая кастрюля. Сколько она стоит? 47 лир, я думаю. Да. Вот. То есть можно иногда найти. Кстати, вот это Кум Сал. Это очень хорошая фирма. Она продается во всех дорогих магазинах. Поэтому посмотрите обязательно. Вот мы даже нашли, что это. Ну здесь она называется в Кумах. Это финики. Но финики это не местные здесь. Они вот из Туниса вот эти данные. И сколько они, интересно, стоят? А вот. А видите, они валяются вот тут. Вот главная проблема. Не разложен товар. Можно найти все, что угодно в таком магазине. Ой, посмотрите, какие красивые пирамидки. Это скоро будет праздник. Курбан-Байран. И вот из-за него везде очень много сладостей разложено. Есть магазины, которые прям даже не пройти при входе. Выкладывают большое количество. Цены мы не узнали. Ну, конечно, ни один магазин не обходится без большого отдела металлой химии. Турчанки очень чистоплотные женщины. Они готовы уборку и стиркой заниматься каждый день. И по много... Что они это и делают. Что и да. Кстати, давайте я вам покажу, насколько это большой отдел. Сколько он занимает всего пространства в магазине. Я считаю, в шоке самый большой отдел такой. Они просто в одном месте поскладывают. Фэйри. Кстати, со скидкой. А вот это вам ничего не напоминает? Мне это очень напоминает ласку. Я даже так себе такой домой купила. А тут называется Перволь. Да. 14 лир стоит. Да. Ну, диванишь есть. То есть, даже здесь можно найти тот, к чему ты привык. Ну, или взять аналог попробовать. Мне кажется, они тоже хорошие. Пошли дальше. Магазин здесь очень-очень узенький. Тут двое мы пройти не можем. Пришли мы в памперсы. Давай покажем, сколько стоит памперс Прима. 52 лиры. Вот такой вот. Тройка. Ну, есть у них памперсы свои турецкие марки. Причем в разных магазинах они разные есть. Вот мы в Биме видели один вид, мы покупали раньше нашим. Нам больше всего в Биме нравились. Да, потому что здесь тоже есть. И причем турецкие будут стоить гораздо дешевле. Это стоит, видите, 52. А уже турецкие 37. А по качеству ничем не уступают. А вот даже вот есть, видишь, 23. И что, как дальше? Так что, если будете здесь, и у вас маленький ребенок, не надо тащить с собой огромные пакеты с памперсами. Их можно купить в обычных магазинах прямо здесь. Ну, здесь у нас обычные. Шампуни, палмалиф. Вот мыло турецкое и дав есть тоже. Ну, из турецких шампуня я могу рекомендовать только Элидор. Потому что однозначно он очень хорош. Очень вкусно пахнет, очень хороший. Только когда берете турецкие шампуни, если вам захотелось Элидор попробовать, обратите внимание, это либо шампунь, либо есть точно такой же, который в бакым креме. Это крем после мысья для того, чтобы волосы хорошо расчетывались. У меня вот есть такая проблема. Я даже такой крем брала с собой. Покупала его здесь, везла в Москву, потому что мне не расчесывают волосы. Head & Shoulders тут есть, Clear Man. Вот, мужчина тут вот этот любит шампунь использовать. 20 лир стоит. Как же без мороженого посмотреть? Самый дешевый стоит 1 лир. Вот это мороженое. Это их фирма производит. И причем они съедобные. Даже за 1 лир это мороженое очень съедобное. То есть в 12 рублей можно купить вкусное мороженое. И он не из воды, что он не растает даже так вот сразу. Смотри, это вся их фирма производит мышь. Вот цены. Есть, понятно, и Альгида, и Твистер. Вот мы уже подходим к концу магазина. Вот тут касса. Касса здесь напоминает, как говорится, сельхо. Вот тут все у кассы все разложено. Немного чего. Тут шоколадки можно купить. Улькар, например. А вот тут такие вот товары. Со скидкой. Со скидкой. Со скидкой дня вот сегодня. Вот какие у них есть. Здесь вывешивают они. И можно сразу купить. Вот мы вам показали еще один магазин, который находится в шаговой доступности в Анталии. И вам советуем ходить в маленькие, в такие небольшие магазины, сетевые. Вы там найдете привычные вам товары. Ну или попробуйте что-то новое местное турецкое. И по очень хорошим выгодным ценам. Потому что все местные тоже ходят в такие небольшие магазины, сетевые. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Называется ставить лайки. И подписываться на наш ютуб канал. А еще у меня есть инстаграм. Ссылочка в описании. Всем пока!